Китайские производители продолжают осваивать российский рынок. О грядущем дебюте напомнил дважды сертифицированный флагманский кроссовер «Джили Манжара» и рамные внедорожники молодой марки «Тэнк», которые специально для России прошли дополнительные зимние испытания. Загружать пустующие конвейеры китайцами намерен калининградский «Автотор», а вот поставки в Россию корейских «Хёнда» и «Кеа» официально и неофициально налаживают из Казахстана, где заработали сразу два завода, принадлежащих разных компаниям. Выпускать необходимые для себя компоненты в Казахстане намерен и КАМАЗ, а группа «ГАЗ», вынужденная бороться с санкциями с 2018 года, уже привыкла оглашать планы дозированно и подтверждает только свершившиеся проекты, а это свежий «Соболь-НН» и целая россыпь автобусных новинок. Большой кроссовер «Джили Синьюэ-Эл» под именем «Джили Манжаро». Был сертифицирован в России ещё год назад, но продажи отложили, а под конец года представительство успело оформить новое одобрение типа транспортного средства. Оно отличается в мелочах и действует дольше. Дилеры получат «Манжаро» с двухлитровым турбомотором, восьмиступенчатым автоматом i-Syn и полным приводом, реализованным через многодисковую муфту. Как отмечает издание «Китайские автомобили», в шоурумах марки «Джили» живые машины появятся через пару месяцев — в конце марта или начале апреля. По прогнозам, цена флагмана превысит 4 млн. рублей. Кстати, серые дилеры во Владивостоке уже продают «Манжаро» за 3 млн. рублей. Правда, это более скромная версия, чем та, что получила российский сертификат. Весной на рынок выйдут и внедорожники молодой марки «Тэнк», которые прошли зимние испытания в России. В одном только «Сургуте» инженеры провели около месяца, чтобы проверить работу двигателя, трансмиссии и других систем. По итогам тестов на кузова «Тэнков» нанесут усиленную антикоррозийную защиту. Большой сенсорный дисплей медиасистемы дополнили кнопками, чтобы водителю было удобнее на морозе. Кроме того, «Тэнком» прописан полноценный зимний пакет. Для России предусмотрены обогревы лобового стекла, форсунок омывателя, всех сидений, а также омыватель камеры заднего вида. Старт продаж первых моделей — внедорожников «Тэнк-300» и «Тэнк-500» — запланирован на первый квартал 2023 года. Российский рынок электромобилей, обильно орошаемый госсубсидиями, привлекает удивительные стартапы. Промышленный холдинг «Альфатех» собирается через полгода начать сборку китайских электромобилей «ФАУ» в саратовском Энгельсе, чтобы продавать их под оригинальной маркой «Альфа-Рус». Как сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин, документы между «Альфатехом» и группой «ФАУ» были подписаны в декабре. В течение года из машинокомплектов планируют собрать 2000 электромобилей. Это будут компактвены «ФАУ» Bestune NIT — образца 2021 года. Модель длиной менее четырёх с половиной метров создавалась для нужд такси, поэтому салон отделан моющимися материалами, а задние дверные проёмы выполнены максимально широкими. Интересно, что задняя левая дверь сделана распашной, а правая — сдвижной с электроприводом. По официальной версии, со временем «Альфатех» рассчитывает локализовать выпуск ряда компонентов — пластиковых деталей, стёкол и электронных узлов. Но для начала нужно как минимум освоить крупноузловую сборку. Однако производственной площадкой почему-то выбран не один из бездействующих автозаводов, а частный технопарк «Росбыт Хим», где нет никакого автомобильного конвейера. Это значит, что машины придётся собирать на стапелях. И это сводит к нулю шансы развернуть крупносерийное производство. Калининградский «Автотор» накануне Нового года возобновил сборку автомобилей, не рассказав, каких именно. Однако фрагменты их попали на фотографии. «Автотор» пригласил на завод 13-летнего воспитанника детского дома, мечтавшего увидеть, как производят машины. На снимках читается седан КАЙИ СЮАНЬДУ. 49% акций марки КАЙИ принадлежат концерну «Черри». В свою очередь, модель СЮАНЬДУ — это радикально перекроенный «Черри Ариза 7» образца 2013 года, по формату повторяющий «Хёнде Элантру». С полуторалитровым турбомотором стыкуется механика или вариатор. В Китае купить такую машину можно примерно за 700 тысяч рублей в пересчёте. Российские цены предстоит узнать позже. А вот завод «Дервейс» в Черкесске, бывший форпостом китайского автопрома, но остановленный ещё в 18-м году и выставленный на продажу два года назад, ожидает реорганизация. Из предприятия хотят сделать индустриальный парк, куда подселят фирмы разного профиля. Заниматься автомобилями уже не планируют. Зато «Нинпромторгу» заявлена идея выпускать подъёмники для горнолыжных курортов. Напомним, что с 2004 года завод выпускал машины нескольких китайских марок и даже производил внедорожник оригинальной конструкции под названием «Дервейс Ковбой». А вот Казахстан становится новым центром автосборки и серого экспорта, ставших недоступными россиянам моделей. Так, на алма-атинском заводе «Хёнде Транс Казахстан» недавно возобновилась сборка «Солярисов» под именем «Акцент». Штампованные детали для сварки кузовов туда отгружает петербургский «Хёнде» Motor Manufacturing Cruise. Поговаривают, что скоро компанию седану составит кроссовер «Хёнде Крета». А вот другой конвейер «Церарка Автопром» в Кастанае, где трудится свыше 2000 человек, наладил сборку кроссовера «Киа Спортейдж». В перспективе компанию этому паркетнику составит седан «Киа Церарта». Обе модели будут изготавливаться по технологии полного цикла, включая сварку, грунтовку и окраску кузовов. На запуске конвейерной линии присутствовал президент республики Касым Жамартакаев. Интересно, что продажи автомобилей «Хёнде» и «Киа» в Казахстане сейчас бьют рекорды. За ходовыми версиями выстроились очереди на 4-6 месяцев. Но вовсе не потому, что жители страны вдруг стали богаче. Есть версия, что минимум половина тиража уходит в Россию. Во всяком случае, у серых дилеров и частных продавцов действительно появились десятки или даже сотни корейцев, ввезённых от соседей. Формально продавать технику гражданам России запрещено. Но вокруг этого запрета мгновенно выросла целая армия посредников, готовых решить вопрос — знают ли об этом главные офисы «Хёнде» и «Киа»? Наверное, да. Ведь аналитики были просто обязаны проследить, почему, например, в ноябре продажи «Хёнде» резко подскочили на 26%, а «Киа» — на 47%. Как минимум странно запускать производство, вкладывая миллионы долларов, если спрос может рухнуть. Поэтому ходят слухи, что корейские марки начнут поставки кастанайских «Спортеджи» и «Церата», а также алмаатинских «Солярисов» и «Крет» на российский рынок. Более того, высказывается интересная идея — дескать, в Казахстане будут разбирать готовые машины, чтобы финальной сборкой занимался бывший завод «Джеэм», что в Санкт-Петербурге, покупкой которого как раз интересуются бизнесмены из Астаны. В любом случае, факт остаётся фактом. У наших соседей сначала перезапустился один, а затем появился второй автомобильный конвейер. И это неспроста. И ещё одна новость из Казахстана. В 2021 году КАМАЗ вдруг получил многомиллиардный кредит от Евразийского банка развития. Было объявлено, что деньги пойдут на создание нового литейного завода — в Кастанае. Тогда новость об удалёнке вызвала множество споров. Ведь зачем возить картеры моста, главные пары, блоки цилиндров и головки блока за тысячу километров от основного производства? Тем более, что КАМАЗ располагает своей огромной литейкой. Однако проект, как выяснилось, жив. Как доложил президенту Казахстана Касыма Жумар-Татукаеву Аким, то есть глава Кастанайской области Кумар-Аксакалов строительство чугунолитейного производства идёт полным ходом. Более того, запустить производство, где будет создано 300 постоянных рабочих мест, планируется до конца нынешнего года. Стоимость проекта составляет около 12 миллиардов российских рублей. Второй проект — это строительство завода по производству главных передач ведущих мостов для грузовой техники. Но его запуск состоится только через два года. Глава региона предпочёл не называть компанию, для которой строятся заводы. Но совершенно очевидно, что обе площадки — часть большой программы по импортозамещению, которую КАМАЗ начал ровно два года назад. Кстати, об импортозамещении. У Минского тракторного завода есть флагманская серия 3522. Это мощный трактор, способный выполнять практически любые агротехнические задачи. Такая универсальность требует немалой мощности, поэтому модель оснащалась 360-сильными моторами Caterpillar и Cummins. Однако санкции оставили марку «Беларусь» без американских движков. Благо на помощь весьма оперативно пришли китайские товарищи, что представили турбодизель величай нужных мощностей габаритов и эко-класса. У него расход топлива значительно меньше по сравнению с другими аналогичными моторами. Весной новинку отправят на полевые тесты. Но очевидно, что поднебесный двигатель появится на топовых белорусах на постоянной основе. Вопрос только времени. Годовым отчётом за 2022-й для группы «ГАЗ» можно считать осеннюю выставку BW Expo, где была представлена полная линейка пассажирской техники «ГАЗ». Что касается планов на 2023-й, то их, учитывая окружающую действительность, приходится объявлять крайне осмотрительно. Но первая задача — это найти замену системе стабилизации марки Bosch, которая необходима машинам поколения NN. Кстати, об NN. Под самый занавес прошлого года дилеры получили первую партию новых «Соболей». В продаже сейчас есть трёх- и двухместные фургоны полной массой 2,5 и 3,5 тонны, а также 3,5 тонны — семиместный вариант. Впереди запуск чисто пассажирских исполнений, а также работы над бортовыми модификациями. А пока микроавтобусы, врезая окна, устанавливая обшивки и монтируя сиденья, делают некоторые доработчики. Но такие вены будут дороже заводских. Ну а фанаты внедорожных вылазок ждут внедрения полного привода. Инженеры нахваливают независимую переднюю подвеску, что спроектировано специально для полноприводных «Соболей» NN. Но её освободение состоится не раньше 2024 года. Производство новых турбодизелей, что скрываются под индексом Г-21, стартует раньше. В основе двух с половиной литрового мотора лежит агрегат китайской марки «Фотон». Он может отвечать эконормам от евро-2 до евро-6, а выдавать от 120 до 150 лошадиных сил. Также газ готовится расширить гамму выпускаемых грузовиков. Но этот пункт программы и корпоративного развития газовцы стараются не комментировать вообще. Зато охотно раскрывают перспективы автобусной линейки. Конвейер подмосковного Ликинского завода загрузят выпуском крупных машин нового семейства «Ситимакс», начиная с 12-метровых. В перспективе это будет серия автобусов длиной от 10 до 19 метров. С дизельными, газовыми, электрическими и даже водородными установками. На шасси среднетоннажного «Валдая» готовится полукапотник, для которого маркетологи сейчас подыскивают подходящее название. Выпускать модель, которая сейчас носит рабочее наименование «Валдай Сити», будут на Павловском заводе. Ну и, похоже, с мёртвой точки сдвинулось направление электробусов. Во всяком случае, Мосгортранс должен начать тесты аккумуляторной «Газели и Сити», которую проектировали по заданию столичного перевозчика. Интересно, что из семейства «Ситимакс» первым на дороге вышел не большой «ЛиАЗ», а 10-метровый «Ситимакс-9», сборку которых перед Новым годом освоил ПАЗ. Это совершенно новые заднемоторные машины, что отличаются весьма необычной компоновкой. Первый серийный «Ситимакс-9» начал работу на маршрутах города Павлова — это, напомним, Нижегородская область. Машина оснащена четырёхцилиндровым турбодизелем ЯМЗ, с которым состыкован шестиступенчатый автомат производства группы «ГАЗ». Автобус отличается уникальной для своего класса площадью низкого пола — сразу 10 квадратных метров. Впрочем, в задней части 77-местного салона сделаны ступеньки, чтобы вместо дорогого портального моста использовать обычный. Ещё одна компоновочная особенность новинки — двустворчатые двери одинаковой ширины, расположенные внутри колёсной базы. Когда мы экспериментировали, скажем так, или проектировали салон, нами был построен полноценный макет транспортного средства. И мы с коллегами имитировали посадку и высадку. Были несколько вариантов. Мы засекали время входа и выхода пассажиров. Интуитивно большая дверь и маленькая дверь. Ну, куда вы пойдёте? Где вам удобно? Куда вам удобно идти? Все, конечно, шли в широкую дверь. И она неизменно становилась как бы узким горлышком. Несмотря на то, что она широкая, там происходилась давка. И чтобы отсечь вот эту проблему выбора — две одинаковые двери. При почти десятиметровой длине кузова радиус разворота составляет менее девяти метров благодаря рекордно большому углу поворота управляемых колёс. Для сравнения, у классического семиметрового паза 3205 радиус разворота почти такой же. Был построен полноценный макет рабочего места водителя, куда были приглашены по сложившейся практике настоящие боевые водители с маршрутов, причём в разной комплектации, начиная от мужчины двухметрового роста и солидных килограмм, да, и заканчивая хрупкой девушкой, да, там 150 сантиметров и 55 килограмм. Кроме того, водители высказали несколько пожеланий по поводу технического оснащения. В частности, ведущий мост оборудовали электромагнитным ретардером, который позволяет замедлять машину, не пользуясь рабочей тормозной системой. В ближайшее время такие автобусы начнут поступать и к другим перевозчикам. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok